здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая новый год уже наступил и что это значит а это значит что я вцеплюсь в вас всеми своими руками глазами и я буду и я буду опять настаивать на том что январь месяц это месяц для посева чего 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 перцев и баклажан вот чего да и не надо на меня так смотреть и не надо делать удивленные глаза вы уже давно к этому привыкли что мы сибиряки и все кто находится в зоне рискованного земледелия то есть это севера это естественно северная часть нашей огромной страны посеять должны раньше чем те которые живут в южной части или хотя бы в средней части россии это ведь не одно и то же вы что хотите баклажаны перца хотите плоды они и листья ну тогда напрягитесь и я сейчас скажу почему это нужно делать сейчас осеть мы будем в середине января да вот у нас 11 12 13 14 для перцев 13 14 15 15 для перцев и баклажан то есть обе культуры можно уже высевать только потому что оказывается чего вы не знали раньше что у нас перцы есть вот такого роста есть такого 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 и так далее и баклажаны нормальные приличные баклажаны которые выращиваются для того чтобы на рынок сходить поторговать которые для того чтобы заготовки сделать большом количестве это баклажаны не менее метра ростом иначе плодов мы увидим как у пинг-понга да вот такую горсточку беленьких шариков но это для души а для того чтобы действительно сделать заготовки и как-то излишки еще продать конечно нужны сорта и гибриды баклажан которые но превзойдут ваши ожидания потому и посев таких высоких растений он производится естественно очень рано почему да потому что растут они очень долго но при всем при этом они абсолютно не страдают от сухого горячего воздуха наши благоустроенных квартир от того что не хватает несколько света а я вас научу чем пользоваться чтобы и эту проблему как-то немножко удалить не применяет там особых ламп все-таки освещение дополнительное нужно ну простите меня если вы хотите есть вкусно значит надо немного потратиться лампы дополнительного света должны быть обязательно смотрю в ту сторону потому что там как раз включены тема и замечательные фиолетово-розовые лампы значит ну и для того чтобы все правильно посеять надо сначала обработать семена семена но почву вы должны были уже обработать потому что такие рецепты я уже вам давала ну приступаем к обработке семян что это значит всем вам давно известно что семена перед посадкой нужно обработать что это такое но не хочется этого делать ну правда иногда не просто лень а иногда просто нету сил а иногда мы пропустили время посева и начинаем до носиться как бешеные придумывая чтобы это такое придумать чтоб семена потом у нас не болели сеянцы ну конечно в первую голову приходит мысли это марганцовка и это правильная мысль потом приходит в голову мысль наверное это зола ошпаренная кипятком третья мысль которая приходит в хотя бы заставить растения но уж может не сильно болеть но хотя бы вырасти хотя бы взойти это что это конечно и пин то есть биостимуляторы или иммуномодуляторы или как их там называют их огромное количество и мы сейчас сегодня выберем то что можно сделать быстро и сразу в домашних условиях чтобы семена хотя бы за пару часов подготовить к посадке ну прежде чем вообще заняться семенами вытащить их из пачки подумайте о том в чем вы их замочите если конечно все эти 5 семечек перца да и 5 баклажан тогда вам в принципе можно просто погрузить их в один из растворов выдержать столько сколько положено и не парить себе голову но если у вас все таки вот такая коллекция как у меня тут представлены и вам хочется попробовать и то и другое пятое десятое тогда возьмите укровной материал это самый дешевый вариант белые тряпочки их надо где-то найти и заранее просто он должен быть дома нарежьте вот таких платочков это 17 грамм на метр это самая дешевая легко проникающая влага через этот материал это замечательная вещь на самом деле значит так мы высыпаем семена суда в этот платочек собираем уголки либо вы завяжите вот так ниточкой да и семена окажется здесь либо ну как вот вот видите тут уже есть такие уже обработанные ждут своего посева значит ну например вы опустили семена вот возьмем они у нас тут завязано чтобы не рассыпать замотали или завязали вот как я сделала вот таким узелком тоже очень все просто никуда они не денутся но их бы конечно хотелось подписать потому что в растворах которые я приготовила куда-то все написанное ручка исчезла бывает и все и вот эти платочки до завязанными семенами куда мы в первый раствор какой раствор мы должны опустить чтобы ну исключить вероятность заболеваний которые живут на внешней стороне каждого семечки они там живут поверьте мне значит я взяла золу так это оставим я взяла золото у меня тут по две площадки потому что у меня семян было много всяких разных золу стакан кипятка я туда отправила столовую ложку золы с горкой размешала все остудила до теплого хорошего состояния и опустила семена туда примерно минут на 15-20 прямо сложила все туда сложила они намокли и лежали там спокойненько и тихо после этой процедуры была разведена марганцовка но не ядовито розового цвета не темно розового совсем потому что при такой вот троекратной обработки у меня три раствора здесь то конечно можно и сжечь оболочку и добраться еще и до центра то есть ядра семечки это нежелательно после того как обработано было все в золе все это нужно отжать можно воспользоваться бумажной салфеткой потом это все поехала в раствор раствор марганцовки марганцовый кислый калий все опустили и оставили еще на 15 минут то есть полчаса здесь 15 минут здесь через 15 минут раствор можно чуть покрепче но сильно крепко не надо через 15 минут мы все это отжимаем хорошо так не пораньте только семечки и теперь отправляем в третий раствор здесь кажется прозрачная вода не совсем так для того чтобы семена получили толчок к прорастанию нужно конечно стимулировать их на это стимулятором прекрасным является и пин и он после обработки семян и пином они будут расти конечно гораздо лучше чем семена не обработаны две капли на стакан вполне достаточный раствор чтобы выдержать там семена но здесь уже тоже можно полчасика подержать и никакой беды с семенами не случится при такой концентрации потом когда вы все это вытащите из растворов но если срочно надо сеять тогда просто берете бумажное полотенце заверните пожалуйста свои семечки прямо вместе с укрывным материалом отожмите их а теперь а теперь уже все они не такие мокрые можно все это развязать и спокойно можно высыпать на газету и подсушить это ровно 10 минут нужно чтобы они подсохли можете еще раз промокнуть сухой салфеткой вот они обработанные семена баклажана они готовы к посеву они немножко слепаются ну подсушите ничего такого нет если вы все-таки готовите сегодня семена завтра будете сеять тогда подсушивать их не обязательно слегка отжать вот они мокрые те же салфетки они в они не мокрые а влажные вот они семечки завернутые и знаете вот здесь вот есть семечки вот такого цвета и сейчас каждый из вас скажет а вы зачем их замочили они же цветные они же не замачиваются вы же сами говорили говорила но знаете почему я замочила на пачках семян представьте себе например вот пачка семян до перцы написано сходит при температуре 25 28 градусов на самом деле 28 30 градусов было бы лучше и дальше прорастает на 15 дней и дальше высевать только пророщенные но пророщенные семена можно высевать только замочив их так ведь поэтому вот таким образом обработаны все семена которые находятся здесь в пакетиках в платочках вот я сейчас все соберу здесь остались только перцы не посеянные и сегодня я их посею непременно они все вот они синие они тоже обработаны они все набухли они стали толстыми невероятно разрежу для того чтобы вам показать вот мне очень хочется чтобы вы понимали что с ними происходит вот это черные эти штучки это угольки от золы видимо зацепились за укрывной смотрите какие они стали толстенные я думаю что пролежав ночь во влажной салфетки а укрывной он хорошо влагу пропускает салфетка давала влагу они готовы прорасти у некоторых появились носики то есть они уже проклевываются я их посею естественно специально подобранные емкости на сей раз это будет что-то необычное я вам это покажу но вот таким образом обработанные семена принесут очень много вам радости и пользы я надеюсь что почву перед посадкой вы тоже милые мои обработали потому что два раза сеять одно и то же не хватит ни денег ни времени я желаю вам успеха не забудьте обработка семян обязательно первое это зола столовая ложка на стакан кипятка второе это марганцовка темно-розового цвета не не ядовито розово просто розового цвета и естественно и пин 2 капли на стакан воды дома комнатной температуры простите и все это 30 минут зале 15 марганцовки 30 минут в пине и вы королева или король всего доброго вам и до свидания